на россию напали российские сми сообщает об украинской дрг в брянской области которая захватила заложников гомельский волонтер илья миронов снова задержан в бресте провели первый телемост между студентами заключенными а байпол показал видео с дрона которыми партизаны атаковали российские самолеты а-50 в мочулищах это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске добрый вечер дорогие ребята сегодня как и всегда мы с вами поговорим о самом главном не забывайте про подписку лайк и комментарии но мы начинаем в бресте на два с половиной года колонии осудили белорусы который недавно вернулся из-за границы родиона кочеткова осудили за возбуждение социальной вражды якобы за комментарии в 2020 году но сейчас вам немного расскажу о родионе парень окончил бенту в минске в студенческие годы увлекался баскетболом и стритболом какое-то время жил за границей а потом решил вернуться в беларусь где в начале января 2023 года был задержан губ опеком радион будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима еще одна история о том как опасно возвращаться в беларусь на данном этапе в бресте провели первый телемост между студентами и заключенными на первом стриме студенты технического университета под присмотром сотрудника церкви без которого сейчас беларуси никуда и так называемого опера по наркоконтролю общались заключенными иконур 5 в сейвичах проведение данных стримов карателя обуславливают резким увеличением наркопреступлений в области ну а как вы считаете вообще нормально это гомельский волонтер илья миронов снова задержан об этом он успел сообщить своих соцсетях напомню что после срока по делу зельцера илья был не раз задержан и отбывал административный арест также известно что в последнее время он писал жалобы на условия своего содержания под стражей и на провластные телеграм-каналы в минске на встречу чвк ридан пришел глава так называемого мвд подростки планировали собраться в торговом центре галерея в городе минске но силовики сорвали собрание не позволив им собраться в толпу говорят несовершеннолетних останавливали у входа и проводили с ними беседы интересно что в торговом центре были замечены глава лукашенковского мвд иван кубраков и руководитель столичных силовиков михаил гриб видимо борьба с детьми объединяющимися в новую субкультуру это новый приоритет лукашенковских карателей напомню в гомеле позавчера силовики задержали около 200 человек в бресте в отделение доставили 52 человека в минске задержали 80 человек из которых 15 совершеннолетних которых силовики назвали координаторами во всех трех случаях так называемые следственный комитет завел уголовные дела по народной статье о массовых беспорядках байпол показал видео с дрона которым партизаны атаковали российские самолеты а-50 в мочулищах напомню 26 февраля участники плана перемога провели акцию на аэродроме в мочулищах где с помощью дронов нанесли повреждения российскому разведывательному самолету а-50 что касаемо госсми они утверждают что с самолетом все в порядке и никакой атаки не было ну а более подробную информацию можете посмотреть в youtube и телеграм-канале байпол на россию напали российские сми сообщают об украинской дрг в брянской области которая захватила заложников губернатор брянской области рф александр богомас и сми сообщают о проникновении украинской диверсионно-разведывательные группы на территорию области якобы диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля в результате чего погиб один житель и ранен 10-летний ребенок но не тут то было как оказалось на россию напали россияне вы спросите как такое может быть а я вам отвечу русский добровольческий корпус заявил что это он вошел в брянскую область мы пришли сюда не как дрг а как освободительная армия на свою родную землю в отличие от путинской армии палачей и насильников вооруженные люди желтыми повязками и флагом рдк записали видео на крыльце любчинского фельдшерского пункта сообщение добровольческого корпуса отмечается что никаких украинских дрг в области не наблюдалось прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об украинских дрг которые убили детей взяли заложников но одновременно спешно ушли и так далее все это ложь кремлевских пропагандистов заявил один из бойцов рдк также один из бойцов на условиях анонимности заявил следующее я только что оттуда нас на этой задачи было 45 человек зашли отсняли сделали засаду на две бмп детей пострадавших я не видел но был один пострадавший пограничник ну а путин свою очередь поджав хвост назвал данные действия очередным террористическим актом ну а на этом наши новости подходят к концу более подробной информации можете найти у нас в телеграм-канале не забывайте про подписку лайк и комментарии слава украине живи беларусь